О различиях. Один из нас двоих может любить оперу, другой может любить балет. Но если мы заблудились в лесу, эти различия ничтожны, потому что у нас другая повестка дня. Наше пленарное свидание посвящено вопросу растерянного человека в современном мире. Если один человек растерян, у него может быть личный кризис. А если массовая растерянность, значит, либо мы сталкиваемся с чем-то объективным, что не понимаем, либо кто-то сознательно манипулирует нами, не дает собраться и определиться. Здесь была замечательная метафора. Говорилось о том, что не инородцы замещают наши рабочие места, а роботы. Вот я хотел бы от этого оттолкнуться. Когда роботы опасны для нас? Они опасны для нас тогда, когда они сами начинают себя программировать, не в наших интересах, а в своих. Или когда наш противник начинает их программировать, опять же, против нас. С чем я хотел бы провести аналогию? Бессмысленно спорить о том, нужен ли частный капитал, или частный капитал не нужен. Частный капитал, особенно если он обезличенный, если он принадлежит Ротшарду или Рокфеллеру, здесь вопрос один, друг он нам или враг. А вот если он обезличен, любого из вас, прекрасного человека, поставь на управление корпорацией. Вы попытаетесь сделать что-то великое, созидательное, гуманное, но если вы не максимизируете прибыль, в ущерб всей своей гуманности, вас сместят, собрание акционеров проголосует за того, кто максимизирует прибыль. И здесь нет вопроса ни гуманизма, ничего бы то ни было еще. Когда это может работать? Только тогда, когда эти роботы не могут сами себя программировать в своих интересах, а не в наших. Но что такое ВТО в глобальном мире? Это механизм, когда роботы вырвались из-под контроля. Они начинают диктовать нам правила игры в своих интересах. Этот путь ведет нас, безусловно, в тупик. Люди не понимают, чему они противостоят. Приведу пример наш, российский. В прошлом году банковское сообщество получило суммарную прибыль в 500 миллиардов рублей. Президент страны города в конце года нам об этом сообщил. А что получил реальный сектор? Суммарно близко к нулю. Но мы-то с вами обсуждаем проблему, что нам делать. А в банковском сообществе не обсуждают проблему, там все хорошо, потому что они программируют систему для того, чтобы у нас была прибыль, а что у нас, какие у нас здесь проблемы, их не сильно волнует. Возвращаясь к глобальному миру. Как эти роботы, этот транснациональный капитал, программируют повестку дня в мире, чтобы общество не могло ему противостоять. Очень просто. Если вы социально ориентированные левые, мы доведем вас до абсурда, до либертарианства, чтобы социально ориентированному человеку некуда было податься. Если вы за традиционные социальные ценности, идите в правые, но правые – это обязательно за господство, неограниченная частная собственность, олигархата и так далее. И получается, что податься действительно некуда. Возвращаясь к нашим делам, не что я думаю, а что люди пишут в социальных сетях, в комментариях под статьями, например, посвященными ситуацией с Академией наук. Обращаются к Салтыкову Щедрину. Правитель въехал в город на белом коне, сжег гимназию, празднил науки. Это не про нас ли? У нас еще не сжигают гимназии, но мальчишек и девчонок неважно, почему призывы у вышедших, но вышедших не за ту иную политическую систему, а просто против коррупции, очевидной, явной, масштабной, вяжут как страшных врагов государства. А до этого мы же хотим дискуссию, мы хотим какое-то народовластие. А до этого полтора года назад также поместили в темницу четверку людей, которые всего лишь выступали за то, чтобы было право на референдум об ответственности власти. Вот агитация за референдум об ответственности власти, у нас страшное государственное преступление, люди полтора года сидят в предварительном заключении без суда. Это наша ситуация. Возвращаясь к Академии наук, с моей точки зрения, актуальнейший вопрос. Но ведь какое было оказано давление для того, чтобы сорвать нормальные выборы в Академии наук, беспрецедентная ситуация. А мы молчим. То, что говорили о здравоохранении, вы вспомните, это все было запрограммировано пять лет назад. Когда врачи и медработники выходили на митинги, казалось, что это врачи сражаются за свои интересы, а пациенты не вышли их поддержать. А теперь мы приходим и удивляемся, что из оставшихся врачей делают живодеров. Но мы же их тогда не поддержали. Теперь о нашем, скажем так, капитализме. Когда здесь Оксана Генриховна говорила, что власть умывает руки, это не совсем так. Власть умывает руки в том, что она должна делать созидательного. Но это совсем не означает, что власть не делает вообще ничего. Чтобы наше мероприятие не было оторвано от реальности, приведу несколько коротких совсем примеров. Первое. Дальнобойщики против чего протестуют? Против налогов? Нет. Против того, что это в частные карманы все. Их душат, и деньги в частные карманы. Значит, мы ставим вопрос о том, что должна быть жесткая, ясная, однозначная запись, может быть, даже в Конституции. Нельзя отдавать никакие налоги на откуп частного капитала. Второе. Актуальный вопрос. Сейчас идут походы фермеров с юга к нам на Москву, не доходят, их жестко прижимают. А о чем речь? О пятиземельных латифундиях. И более того, о вытеснении людей, которые работают на земле. Они не нужны. Желательно получить землю без людей, а завезем на странных рабочих. Значит, надо ставить вопрос радикально о том, что в конечном счете недопустимо плановая замена населения на безропотных, покорных работников, рабов, завозимых из рубежа и вывозимых при первой попытке противостоять. Третий пример. Страхование. Все автовладельцы знают, сейчас вы уже не сможете получить деньги, якобы борьба против каких-то мошенников. Нет, не против мошенников. Это вас принуждают, от вас добивают, чтобы вы обеспечили прибыли частному капиталу. Мы ставим вопрос жестко. Пусть будет и частный капитал, пусть будет государственный. Но не должно быть такого, что если государство к чему-то нас обязывает, например, страховать ответственность, что она заставляет нас идти и страховаться в частной компании, перекачивать наши ресурсы в карманы частных структур. Это касается всего. Это касается более масштабных вещей. Юрий Юрьевич, одна минута у вас. Да, если можно. Это касается и более масштабных вещей. Например, предприятие, оно обязано держать деньги на счете. Но на каком счете? На счете в частном коммерческом банке, в котором эти оборотные средства регулярно пропадают. Это не случайности. Это запрограммированная система. Значит, если государство кого-то к чему-то принуждает, оно не должно быть вправе принуждать нас или тоже предприятия держать деньги в частной коммерческой структуре. Будьте добры обеспечить государственную, не подлежащую приватизации, не коммерческую структуру. Я хочу подчеркнуть, что речь не о том, чтобы был частный капитал, а его не было. Речь о том, что мы люди, у нас есть душа, у нас есть цели и смыслы. Мы, социум, должны держать капитал в ежовых рукавицах. Если мы будем понимать эту свою задачу, мы со всем справимся. Спасибо. 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 Спасибо.